Здорово, рыболовы! Вы на канале Карповая Кукуруза. А мы, как и планировали, на море. Здесь карпов точно нет. Есть офигенный мосток, но карпов здесь нет 100%. Все соскучились по рыбалке, мы в первую очередь. Так как снимать нам по рыбалку пока нечего, мы и нам задавали много вопросов, где ловить карпа, где мы его ловим, хорошие это озера или плохие. Решили сделать большой-большой обзор на платные озера Киевской области. Собственно говоря, этим и займусь, наверное, пока есть какое-то свободное время. А пока вы подписывайтесь. Это была Карповая Кукуруза. До встречи уже с закадровым голосом. Подписываемся, ставим лайк и ставим лайк. Папа, мне давит эти штуки. Привет! В данном обзоре мы рассмотрим такие озера, как Вовково, Картар, Михайлына, Слобода, Сосновка, Торфяное, Трофейное, Забирье и остальные озера. В обзор не попадет, единственное озеро это Ульяныки. По какой причине туда просто не пускают за деньги или простых смертных? Только по рекомендации кого-то из спортсменов-рыболовов. Поехали смотреть более подробно и какие критерии будем использовать. Чуть-чуть шаг назад. Все-таки какие озера и почему не вошли в этот обзор? Ульянки. На фото рыба 32 килограмма карп, рекорд Украины. Да, на Ульянки не попасть просто так за деньги. Нужна рекомендация, поэтому этот ставок, это озеро мы из обзора убираем. Поехали дальше. И поехали смотреть Аванфиш. Рыба, корточки, мата нет. Так делать, рыбу держать и фотографироваться с ней нельзя. Белые камни. Это любимая по фотам ставок. Жабры, пальцы в жабрах. Рыба уже не жилец никогда, к сожалению. Долына озер, долина озер, то же самое. Отсутствие мата, рыба на весу, любое падение на землю, она труп. Кадан, то же самое. Мата нет, рыба на весу, уронил, поднял, на землю положил, рыба труп. Карпич, аналогичная ситуация. Нет мата, фото на весу. Эта рыба тоже труп, скорее всего. Нептун. Мое любимое озеро, наверное, по которому больше всего вопросов. Рыбы там точно нет. А это какая-то была остатки бигфишей, но лежит на мостке, она труп уже в любом случае. Родына оселя, подкидываем рыбу к небесам. Такое тоже, в принципе, делать нельзя. Рыба, труп, к сожалению. Рыбацкая стрелка. Рыба, да, красивая рыба, пальцы в жабрах, любые пальцы в жабрах, рыба уже не жалеется. Это 100%. Тоже печалька. Село Вытячев. Не знаю название этого водоема, везде пишется как село Вытячев. Красивая рыба, да, обалденная. Одна лежит на мостке, по-моему, уже двинула коней. Это следующее на смерть. Салтановка. Ну, тут вообще, думаю, без комментариев. Зачем столько рыбы держать в подсаках и уложить всю на землю? Она либо умерла в подсаках, либо уже стерла в связи защитный слой себе чешуи об землю. Печалька. С того клуб. Пальцы в жабры. Быстрее, надежнее смерть. Наверное, немножко еще перейдем к приманкам и почему эти я фото выбрал. С другой стороны, я никакого права не имею осуждать людей, которые фотографируются так с рыбой. Убивают рыбу, суют ее в жабры пальцы, не имеют матлюльки, не имеют культуры ловли. Это, в принципе, ваше право. И вы, конечно же, имеете право так ловить. Тем более на ставках, где только есть платная рыбалка и с нормой вылова. Но на видео, например, есть дети и эту рыбу, которую вы поймали и уничтожили, дети уже никогда в жизни не поймают и не насладятся этим процессом. Все эти перечисленные ставки идеально подходят для любителей приехать, половить, забрать, как-то пофотографироваться с ней неумело. И потом отвезти домой и съесть эту рыбу. И по снастям. Точнее, по оснасткам. Если вы любитель ловить на эти пружинки-кормаки, на макушатники, в общем, на любую оснастку, на которой больше одного крючка. Да, вот эти озера, которые я только что перечислил, они для вас идеально подходят. И в этом нет ничего зазорного или плохого. Все когда-то начинали ловить с каких-то базовых снастей, не имея никаких знаний о карфишинге. Отдельная стоящая тема – это колокольчики. Также, если вам нравится их звон или у вас замирает сердце или душа от бесконечного звона этих колокольчиков на водоеме, то да, эти водоемы для вас. Дальнейший обзор, наверное, будет вам смотреть не так интересно. Хотя, я вам очень рекомендую его посмотреть. Потому что, чтобы ловить вот таких рыб, например, как сейчас на фото, или таких рыб, да, и продолжим фоторяд. Нужно иметь определенные навыки, следовать правилам нахождения на водоеме и правилам ловли на данных водоемах. Немножко подучить теории, благо мы живем в 21 веке, есть куча информации. Чуть-чуть подтянуть свой скил, наверное, чуть-чуть подтянуть снаряжение. И я вам очень сильно желаю удачи и поймать свой бигфиш. Потому что на данном этаже пока для вас и 5 килограмм бигфиш, да. Но дальнейшие озера, которые вы можете здесь увидеть, 5 килограмм, там, конечно же, это так называемое тузло. Хорошего вам просмотра. И мы переходим уже к обзору хороших озер, по моему мнению. Поехали. И по каким критериям будем рассматривать эти озера? Расстояние от Киева. Возьмем центр. Цена за день с нормой вылова и спорт. Цена за сутки с двух рыбаков. Есть ли норма вылова или только спортивная рыбалка? Вообще, факт наличия дневной рыбалки и суточной. Тип рыбалки спорт и с выловом. Какой рельеф дна? Размер и комфортабельность мостков. Само видовое место, то есть, насколько красиво на этом озере. Логистика до вымостки. То есть, как просто добраться до вымостки. На машине можно ли только с тачкой или нести на себе. Наличие теней, деревьев. Количество рыбы. То есть, сколько рыбы в самом озере. Есть ли зарыбление. Наличие бигфишей. Наличие розетки и электричества. Рассмотрим туалеты по десятибалльной шкале. Наличие душа. Наличие вай-фая. А это тоже бывает важно. Какая мобильная связь есть на данном озере. То есть, Vodafone, Life, Keefstar и прочее. Доступ к холодильнику. Например, если у нас уточной рыбалки нужно ставить мясо или что-либо еще. Какая вероятность зацепа. Наличие еды на этом озере. То есть, кейтеринг, либо готовка. Либо можно купить хот-доги, либо где готовят куху. Забегая наперед, например, это Михаилына. Наличие домиков, если вы без палатки или приехали с семьей. А какие-то домики. И само отношение администрации к водоему и к приезжим. Теперь начинаем расставлять баллы и показывать уже цифры. И начнем обзор по алфавиту. Сначала с буквы V озера Ворково. Все замеры я делал от Майдана на залежность. Почему? Потому что кто-то живет на Лесной, кто-то живет на Академии Стечки. Или кто-то вообще живет в Борисполе, а кто-то в Грепине. И для всех будет расстояние разное до озера. Поэтому я взял только один ориентир. Это Майдан, то есть центр Киева. То есть до Вовково мы видим 75 километров или час 20. Но сейчас идет ремонт трассы в Борисполе, поэтому час 20. На самом деле, конечно, быстрее. Но плюс утром будет еще быстрее. По рельефу. На Фишдипе информации никакой нет. Но, в принципе, мы и так все знаем, что Вовково является озером стадионного типа. То есть плоское дно, без какого-либо рельефа. Следующее озеро. Картар. Самое дальнее озеро от Киева. По рельефу. Рельеф на экране. Единственное, что можно сюда еще добавить, есть видео на ютубе, когда спускали с того, и можно действительно глазами видеть какое там дно, сколько там ила. Следующее. Михайлына. По сути, самое ближнее озеро. И по рельефу. А в силу того, что есть в верхушке мель, наверное, она идеально подходит для открытия сезона ловли там рыбы на весне. На самом последнем мазке, там где речка впадает. Где мель? Слобода. Средняя по дальности. По карте, по рельефу дна, инфы нет. Все вопросы к фишдеперу. Сорян. Маркер, поплавок вам в помощь. Сосновка. Тоже такое средненькое по дальности озера. По рельефу. Какие есть моменты. Здесь был выкопан огромный-огромный руф перед мазками. Поэтому эта карта не совсем актуальна в плане рельефа. Все остальное здесь истинная правда. Следующее озеро. Переходим. Это у нас будет Торфяное. Ехать далеко, зато по трассе. По рельефу. В принципе, можно сказать, озеро стадионного типа. Супер. Отлично ловится рыба там. И завершает наш рейтинг. Это Торфяное озеро. Рельеф дна, наверное, самый яркий из всех. Что можно еще выделить здесь? Подъезд. Наверное, из всех озер. Самый длинный подъезд. Подъезд по грунтовке. Но посмотрим. В принципе, он очень красивый. Сейчас покажем его на экране. По дальности. Найти худший и лучший ставок, по сути, невозможно. Наверное, чуть картар выбивается из всего списка. По самому, как подъехать на машине, наверное, низ занимает это Торфейное. Почему? Потому что если будет дождь или мокрое, здесь будет просто грязь. Хотя застрять там очень маловероятно. Все ставки, в принципе, в одинаковом радиусе. Наверное, самое ближнее это Михаилына. Михаилына, да и Торфейная. Они находятся близко к Киеву. Наверное, они все-таки будут у нас вверху у списка. В любом случае, будут в итоге, в конце видео, сделаю итоговую таблицу, где расставлю какие-то баллы свои субъективные. И, наверное, по ходу видео буду давать еще ссылочки, подсказки на плейлисты на ловлю с того или иного озера. Или вы можете сами перейти на канал и посмотреть в разделе плейлисты. Все посортировано в разрезе каждого озера, каждая рыбалка. Продолжаем дальше просмотр и переходим уже к количеству рыбы и самим пишем. Поехали. И поговорим о рыбе, о ее наличии, о стоимости, о типах ловли, о размерах, о зарублении и прочее. Итак, по цене на рыбалку. Говорить не буду, потому что долго много цифр. Это будет непонятно, непрезентативно. В любом случае будет табличка в описании к этому видео, где я собрал все цены по состоянию на этот год, на 2021 год, естественно. Что можно выделить по видам рыбалки? Нет, только спортивная рыбалка на картаре, слободе и на торфяном. Там только спортивная рыбалка. То есть нормы вылова там нет, она отсутствует. Все остальные ставки есть рыбалка с нормой вылова. По самой норме вылова это стандартные там 3-4 килограмма, но не брать рыбу особи больше полутора килограмм. То есть можно брать ту рыбу, которую запустили в этом году. Дневная и суточная рыбалка. То есть суточная не только на Михайлыне. Там какую-то запустили, только для членов клуба. То есть на всех озерах есть суточная рыбалка, на Михайлыне пока что ее считаем, что нет. По количеству рыбы. Субъективно, по моему мнению, больше всего рыбы на Трофейном. Также много рыбы на Сосновке и на Михайлыне. Меньше рыбы уже ее Двовково, Картар, Слобода, Торфяное. Ну, оно и понятно. Озера больше. Плюс, ну, возьмем, к примеру, то же самое Вовково. То есть там можно ловить с дамбы и с берега там, где домик. Противоположный берег всегда закрыт, там ловят спортсмены. Соответственно, рыба с прессингой может уходить по тот берег. Это одно из объяснений, почему, допустим, я считаю, что на Вовковом рыбы чуть меньше, чем на том же Трофейном. Короче, ловить нужно уметь. Далее погнали. По зарыблению. Зарыбление есть ежегодное, да, на всех озерах. Единственный момент, на Торфяном зарыблении нет. То есть рыба воспроизводится сама по себе. Есть озера, где зарыбляют несколько раз даже в год. Например, на Сосновке. Это и хорошо, и плохо. Плохо это чем? Тем, что будет очень много тузла. Вот это килограмм, полтора, два килограмма. Это рыба не дает покой, она постоянно клюет, ловится. Это немножко мешает. По бигфишам. Бигфишам, я понимаю, эта рыба тяжелее 15 килограмм. Почему 15? Ну, не знаю, потому что, наверное, не 20-10. Взял такую цифру. 15 килограмм. То есть Вовково, да, есть. В этом году ловили, там, по-моему, 22 даже было. Картар, да, есть. На Михайлыне нет. Рыбу больше 15 килограмм, я так считаю. На Слободе, да, есть. Я сам лично ловил. На Сосновке есть. Это подтверждено администрацией. На Торфяном есть. Я ловил почти рядышком с пятнашкой. На Трофейном. Спорный момент. Мы там поймали 14 килограмм. Наверное, сейчас покажем как раз в видеоряде это. И сбежала вся охрана фотографировать, проверять. Они посчитали это своим, наверное, бигфишем. По сути, по рыбалке и по рыбе, наверное, это все. Матлюльки. Есть на всех подоемах. Где-то они идут платно. Например, на Сосновке матлюлька идет в стоимость рыбалки уже входит. На Торфяном не было матлюля в начале года. Ну, то есть и со своими. Но уже сделали там матлюльки. На Трофейном. Всем плевать на матлюльки. Рыбу там уничтожают, убивают. Но это отдельная тема, наверное, для отдельного видео. Также на Михайлине матлюльку можно взять. Но там как-то они особо парятся по их наличию. Погнали теперь дальше. А смотреть уже быть. Это будут у нас мостки. Видовые места. Логистика. Наличие тени. Домики и прочее. Погнали дальше. И буду как 25-й кадр. Но только надо какой-то закадровый голос. Прививать такой, наверное, девиз, правило. Что рыбу гораздо приятнее отпускать, чем забирать с водоема. Поймал. Насладился моментом вываживания, борьбой с рыбой. Сфотографировал. Полил водичкой. Обнял, поцеловал. Сделал еще три фотографии. Их всегда много не бывает. Их всегда мало. И аккуратно отпустил воду. Все. А теперь погнали дальше смотреть быт. И, наверное, пару слов о условиях здесь проживания. Это у нас холл. Это у нас дом. Короче, есть лежанка и кровать. Условия очень спартанские. Я забыл, сколько он стоит. Там 1400 в сутки. То есть, по сравнению с Вовковым, конечно, на Вовково можно ставить 5 звезд от проживания. Здесь 0. Света нет, туалета нет, горячие нет, кондиционера нет. Ничего нет. Что есть? Буржуйка. Да, буржуйка есть. Все. Лагерь показали. Сектор показали. Ага, мазки. Ямы. Тут ноги с ними будем ночью ломать. Да. Все. Начинаем маркерить, клипсовать, кормить и ловить. До встречи с первой рыбой. И переходим к Вовковому. По сравнению с предыдущим трофейным, ну это какой-то просто дворец, я не знаю, коттедж, вип-апартаменты. То есть, две комнаты на втором этаже, на первом есть сеновал. Влазит людей куча, то есть от двух до четырех в каждое помещение. Плюс на первом этаже есть кухня с холодильником. Так выглядит одна комната, двухспальная кровать и диван. Есть белоснежный трон, мега радует. Есть душ, горячая вода, кондиционер. Короче, ну это пять звезд, условно для рыбалки. И вторая комната, тоже спальная кровать и диван. То есть, жены, дети, какая-то большая компания, все в этот дом, все супер. Единственный минус, это то, что домик в секторном пути в домика, а их перекидывают с дамбы. Либо мы перекидываем дамбу. Больше минусов нет. Ну и цена. 1400 трофейная, 850 Вовкова, топчик. Ну и переходим к более простым водоемам. Картар, обыкновенный домик. Там три домика. То есть, есть вот такой, типа детский садик, наверное. Пансионат на Азовском море. И еще один пансионат на Азовском море. И Сосновка. Чуть посимпатичнее, но тоже такое. Короче, на Сосновке еще есть какой-то мега коттедж. Не нашел сейчас фотографии на сайте каких-то у них обновлений. Вывод, короче, палатка, кровать, наше все. Ну, либо вот так ютиться примерно в таких условиях спартанских. Но стоит, естественно, дешевле. Ссылка будет в конце, большая таблица, на лусе цены и прочее, прочее, прочее. Погнали дальше смотреть мостки. Вымастки Вовкового озера. Они здесь двухместные. То есть, как сейчас видно, два человека помещаются. Из минусов огромных у них есть щели. Все, что уронил на пол, 99% упадет под вымастку. И достать уже будет сложно. По расположению мата, то есть мат вот так помещается сюда, да, по центру. Но из-за этого на мостке становится очень-очень мало места уже для броска, для вываживания. Ну, немножко он мешает. Поэтому приходится либо мат уносить на берег и бегать с подсаком туда-сюда, когда поймал рыбу. Либо оставлять вот так мат уже на самой вымастке и немножко здесь плотненько так толкаться чуть-чуть, бочком-бочком. По самой логистике до. То есть, сами вымастки, которые находятся на дампе, на противоположном берегу, можно подъехать на машине и разгрузиться. Да, это, то есть, там носить 5-10 метров, это абсолютно несложно. Потом машина, парковка. Вымастки, которые находятся на стороне, где дом, на карте сейчас покажу все, туда только тачкой. То есть, ближайшие мазки к парковке носить не так сложно уже, а, конечно, уже, которые вдали, ну, придется немножко потягать, понапрягаться. Ну, это и есть карфишинг. Много вещей, много килограмм, много сумочек, всяких приблуд, чехлов, чехлов для чехлов и прочее-прочее. Хватит, переходим к следующему озеру. Картар. Были на первом мостке. Первый такой, самый печальненький. Он полутораместный, я бы даже сказал, больше одноместный. Ну, на Сосновке такие одноместные мостки. Есть и другие. То есть, как сейчас покажу на фотографии, например, шестого сектора, да, там полноценный двухместный мосток. Ну, здесь немножко другой. По самой логистике к мосткам, ну, парковка, пешком идти. На первый сектор было пешком идти метров 10, то есть, на второй, третьей, четвертой там чуть-чуть побольше. То есть, ну, в этом никакой проблемы нет. Щели присутствуют, как и на Вовковом, тоже есть такая же проблема. Наверное, больше по логистике, по самим мосткам добавить особо ничего. Доски ходуном не ходят. Опять же, на каком-то да, на каком-то нет. Закончили. Переходим, наверное, уже теперь. Не, наверное, а точно переходим к Михайлыне. И Михайлына. Вымастки. Не знаю, как их назвать. Есть хорошие, есть плохие, есть с щелями, есть с поломыми досками. Но щелей каких-то больших нет, и таких разноваших прямо уж печальных нет. Но почему-то есть вот эти вот долбаные стулья, которые намертво укорючены в каждый мосток. Конкретно сейчас это видео снимается на 41-42, которые как раз и заточены под спортсменов. Да, там нужно допуск получать и доказывать, что ты не ешь, не убиваешь эту рыбу. Из-за этих стульев просто поставить два родпода, ну вот так. Можно, как сейчас на видео, мы это все можем и видеть. Да, то есть очень плотно, только бачком там пройти. Ну, прям впритык. Если ловим там рыбу, подтягиваем со стороны родпода, конечно, начинаются проблемы с запутыванием лески. По самой логистике, то есть как раз сейчас это видео 41-42, самый дальний мосток от парковки. Есть услуга в виде носильщика с тачкой, там, да, он стоит там что-то 50 гривен, не помню, столько, не важно. Немного она стоит, но там очень ровная дорога в двух плоскостях, то есть с подъема и влево-вправо. Даже если ты отдашь все свои вещи там носильщику, тачка очень маленькая, ему придется делать одну-две ходки, это занимает у него 15-20, да, то есть, соответственно, отнести вещи двух людей может занять до часа. То есть в любом случае приходит собрать самое необходимое такое, как там поводочница, чехол с удочками и катушками, чтобы уже собрать, все закинуть, или монтажи хотя бы собрать, там время привезут кресло, выходы и прочее, 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 прочее. С обратной стороны есть мазки, но туда только пешком с дороги, да, то есть ближе нести, но большой-большой утром. Наверное, собственно говоря, по Михаллине это все. Слобода. 22-я вымазка. Худшая, наверное, по состоянию, но лучшая на водоеме с точки зрения свима и его расположения. Как альтернатива ей есть соседняя, 21-я. Супер вымазка, чуть-чуть больше свим, чуть сложнее, но мосток, доски, самовымазка, ее размеры, она просто, ну, четырехместная, ладно, трехместная. Огромнейшая вымазка, супер. Щели есть, но она топчик, наверное, вообще на этом водоеме, в принципе. По уровню Вовкова, чуть-чуть выше. По логистике. К любому сектору можно подъехать на машине, прям, наверное, в расстоянии одного миллиметра до самой вымазки. Следующий водоем. Сосновка. Вымазок очень много. Можно минусом взять, конечно, большую плотность, но мы сейчас говорим о самих вымазках и логистике. То есть они одноместные, за это им честь и хвала. Они честно их называют одноместными и этого не скрывают. Если есть двухместные, они больше. Конкретно на этом примере это одноместная вымазка. Здесь место для одного, ну, за глаза. Поставил себе спокойно ротпот или стойки, что у вас, не важно. С другой стороны поставил матлюльку. Лови, вываживай, сайпоцак, делай, что хочешь. То есть удобно, круто, замечательно. Не шатаются, не пищат. Ну, щели присутствуют, не без этого. Касательно логистики. Есть три точки подъезда. Это охрана, это большая парковка и еще одна там дальше. То есть нести, если близко к этим местам, руками метров, наверное, 30-40, не так уж сложно. А также есть одна тачка на весь водоем. Услуги носильщика нет, придется повозить самому. Переходим к следующему водоему. Торфяная. Это топ по мосткам. Огромные, плотные, без щелей, капитальные. Ну, лично я считаю, что это лучшие вымостки на водоемах, которые у нас сейчас есть в обзоре. Места полно, то есть они там двух-трех, ну ладно, не трех, двухместные. Удобно помещаешься. Они длинные, они широкие и длинные, что еще немаловажно. То есть нет этого мостика между вымосткой и берегом, по которому нужно бегать там с подсаком, например, как на Ловковом. По логистике. Отдельная тема. Логистика здесь, если на парковку, со стороны парковки вымостка, то ручками можно поносить. Если других три берега, то это на лошадке. Это очень забавно, очень необычно. В общем, супер. Единственный минус, как мы пережили на этой рыбалке, это когда мы в дождь собирались и в дождь ехали обратно. То есть ничего с этим не поделать. Так, топ. Топ-1 по вымосткам из всех водоемов, которые у нас сейчас есть в обзоре. Трофейное озеро. Ну, бедося. То есть вымостки мелкие, достаточно мелкие, в очень убитом состоянии. То есть все прогибается, наступил на мосток, запищали все сигнализаторы, даже если стоят на минимальной чувствительности. А вот эти вот клади или досточки, трапы к мостку, то есть на этом видео они еще в нормальном состоянии. Например, на 30 секторе нужно спуститься, сбежать с горы, наступить на доску, она проваливается в воду и потом попасть на вымостку. 20, какой-то, по-моему, 29, 28, 27 сектора, это тройная вымостка. Ну, здесь вообще, чтобы на нее, наверное, если ночью бежишь, даже если днем бежишь, даже днем без дождя, вот тут можно убиться в этой яме. Дальше доски проломаны, но все ходит ходуном. Да, по вымосткам полнейшая печаль и беда. Но, но к мосткам, помеченным зеленым, можно либо подъехать вплотную на машине, либо на расстоянии там 10-15 метров. К мосткам, которые помечены красным, тут, да, тут немножко есть вторая дорога в деревьях и небольшой спуск под уклоном, нужно будет потягать вещи руками. Такое вот озеро. Следующее. И последний блок, бытовой, то есть, это видовость озера, то есть, насколько на нем красиво. Вовковое озеро. Вид чудный, прекрасный, на закате, на восходе, ну, красиво, то есть, можно поставить по 10-бальной шкале, там, наверное, семерочку, спокойно. Дальше. Наличие деревьев, тени, как спятаться от солнца. На береге, который закрыт для всех, солнце утром в спину. На дамбе, солнце светит постоянно, к сожалению, да. На берегу, где находится дом, там солнце утром в глаза, вечером, ну, днем там тень чудесная от деревьев, вечером уже светит в спину. Дальше. Розетка. На Вовковом розетка есть только на 23-м мостке и в доме. То есть, можно кинуть либо удлинитель, либо делиться как-то с соседями. Еда, магаз и прочее. То есть, в Кулыбе, Кулыба, не знаю, точно она называется, там есть и холодильник с пивом, с напитками, они готовят пельмешки, яичницу и прочее, прочее, прочее. То есть, с едой там все супер. Туалет. Туалет отдельная тема, туалет там типа дырка, типа село. Ну, такие, в принципе, везде. Здесь, конечно, чуть получше. Летний душ, да, присутствует. Вай-фай. Вай-фай есть, но только возле этой Кулыбу. Мобильная связь. Есть 3G и 4G, но только Vodafone. Все остальные операторы там печально работают. Холодильник. Холодильник. Можно, конечно же, попроситься и в Кулыбу. Там можно чуть-чуть так скромненько разместить на ночь, буквально там 2-3 литра судочек с мясом. Ну, либо в доме, если сняли дом. И вероятность зацепа. Вероятность зацепа невелика. То есть, есть там старый камыш. Ну, то есть, нужно еще и постараться, чтобы там где-то зацепиться. Ну, такое возможно. Отношение администрации. Чудесное, доброе. По 10-бальной шкале можно поставить смело восьмерочку. Кар-тар. Итак, видовость. Красиво. Деревья, дамба. Супер. Наличие теней деревьев. Ну, здесь печальнее гораздо. Это более открытое с того, когда солнце, все-таки там, чтобы спрятаться, проблемы с этим. Еда и магаз на озере отсутствуют. Розетка. Есть на охране. Туалет. По 10-бальной шкале можно поставить 5. Там даже есть туалет с кафелем и с унитазиком. То есть, в плане туалета там все супер. Летний душ. Тоже кафель, шторка. Ну, для рыбалки супер. Вай-фай. Есть какая-то печаль на домике с охраной. Мобильная связь. Хорошо работает лайф. На ура. Холодильник. Также есть на охране. Причем там два холодильника. Он стоит. То есть, места там полно. Вероятность зацепа. Там или стоя дно. Сто процентное. И найти там из воды, где есть коряжки такие небольшие. Но это нужно очень-очень-очень сильно постараться. Либо быть очень невезучим человеком. Отношения администрации. Да все просто супер. Ну, восьмерочка по 10-бальной шкале. Есть ставки, где все-таки немножко более душевно и более лояльно относятся к персоналу. В плане наличия там чата, обратной связи, скорости ответов и прочее, прочее. Ну, здесь твердая восьмерка из 10-ти. И переходим к следующему озеру. И Хайлына. Красивый ставок. Особенно красивый он с другой стороны. Там, где мостки под солнцем. Ну, ладно, не об этом. Наличие тени. По правому, может, я так берегу. Тень есть всегда. На мостках уже солнце. Ну, спрятаться всегда издет солнца. Это супер. Еда, магаз на озере. Тут, наверное, ну, 10-100 из 10-ти. Там есть и повар, и кухня. Там есть и беседки, где люди просто приезжают отдохнуть, отпраздновать день рождения. Это, конечно, хорошо для них, но плохо для рыбалки. Особенно для тех, кто ловит рядом с ними. Слишком шумно. Но еда стоит 10-ти. Розетка, электричество отсутствует напрочь. Туалет смело ставим пятерку. Летний душ. А вот летний душ я не знаю. Он тому не нужен, потому что у них нет суточной рыбалки. Есть, но какая-то закрытая. Wi-Fi отсутствует по оператору. Там лайф и киев старый, если я не ошибаюсь. Холодильник, опять же, не имеет смысла обсуждать, потому что суточная рыбалка достаточно там закрытая. Вероятность зацепа в хвосте, она очень большая, потому что там есть и старый коряжник, и очень часто рыба уходит в коряжник в правую часть. То есть там зацепиться. Ну, 41-42 сектор просто элементарно. Отношение администрации, ну, отношение администрации, можно сказать, хорошее, да, не мечта, но есть небольшие косяки. Почему? Ну, потому что это водоем идеальный пример, как нужно делать коммерческий водоем и на этом зарабатывать деньги. То есть они больше зарабатывают деньги, чем стараются сделать там уют и прочее, прочее. Слобода. По видовости и красоте, ну, смелая семерка, очень красиво, дерево, много деревьев, много зелени, уютно, не совсем комфортно. Но топ по уюту, наверное, водоем. По наличию тени и деревьев, 22-й мосток, это вообще топ всех водоемов, наверное, на которых я пока что был. То есть там такое закрытое место, такой уголочек, куда помещается большая компания. Собственно говоря, там у нас была рыбалка недавно, это было просто супер. Еда и магазин на озере отсутствуют, сорян, такое бывает. Розетка, розетки есть на каждом мостке, это просто вообще топ. Туалет, ну, туалет такое, печалька. Летний душ присутствует. Wi-Fi отсутствует. Мобильная связь 3G, 4G. Есть лайф и водофон. Но, почему-то он есть, но не всегда, не всегда, не везде, можем заговаривать, уже устал говорить. Да, то есть есть, но не везде, поэтому нужно искать. Холодильник можно попроситься, да, мы просились, нас пустили. Вероятность зацепа практически нулевая, очень близка к нулю. Отношение администрации, ну, тут 99 из 10 можно поставить, 100 из 10 поставим все-таки сосновки. Супер водоем, переходим к следующему. Это будет как раз Сосновка. И Сосновка. По видовое ли это место? Да, 10, ладно, 8, нет, 10. Потому что ловишь рыбу и смотришь на хвойный лес. Плюс очень сильно поют птички красиво. Единственный минус, там есть какой-то любитель пилить дрова, да, все-таки, наверное, не 10, а 8. За это снизим, но это не вина водоема, это вина местных жителей. Наличие теней и деревьев. Тут сорян, да, тут полностью открытый водоем. Немножко тени есть в начале водоема, это там где-то 5-8 сектор. То есть по тени здесь, конечно же, печаль. Еда, магазин на озере. Есть ларечек в этом году, его поставили. Напитки, закуски, все супер, чудесно, приятно. Розетки, розетки есть, ну, большое количество розеток есть, точно не помню о каких беседках, но они есть, их там достаточно много. Туалет, ну, там печалька, да, дырка обыкновенная, душку ставим. Летний душ присутствует. Вай-фай есть, причем на всем водоеме. Иногда пропадает, но он есть, причем есть и постоянно. Мобильная связь, Киев Стар Лайф, также ловит супер. Холодильник, по-моему, есть у охраны. Вероятность зацепа здесь 99%. Я даже лично ходил, мерил этот водоем, кидал им в чат расстояние до коряг, до того берега, до деревьев, до всего остального. Рисовал им карту водоема, но зацепы там случаются. И весь противоположный берег бесконечно увешан с помбами, грузиками и флетками. Да, это по классике. Отношения администрации здесь именно 100 из 100. Душевная, очень приятная, очень вежливая, хорошая очень, ребята. Такой домашний у них чат в Альбере, все просто супер. И переходим к уже, наверное, трофейным. Пора бы, да, перейти на трофейное. Только торфяное, а не трофейное. По алфавиту идет торфяное. Итак, видовость. Ну, такая она здесь, все-таки деревьев маловато и всего маловато, поэтому по видовости, конечно, мы ставим тут шестерочку. Наличие тени и деревьев. Здесь, конечно же, уже такая себе печаль. Есть чуть-чуть деревьев на стороне, где парковка, да, сейчас я только с пальцем показываю, совпало. Да, все остальное, это открытое поле, то есть достаточно, да, там будет очень жарко. Еда и магазин на озере. Они, в принципе, отсутствуют. Розетки. Розеток тоже очень много, там куча столбов, освещение, камеры наблюдения. Очень там у Жени все четко с безопасностью и с отношением к рыбе за всеми смотрят. Но это и правильно. Зато будет порядок на водоеме и рыба живая. Да, розетки тоже есть, их много. Туалет, ну там душка стандартная. Летний душ, да, присутствует. Wi-Fi, да, говорят, есть. Ни разу-то на Wi-Fi не сидел, но говорят, что есть. Мобильная связь. Киев Старлайф, все хорошо. Холодильник, по-моему, можно все-таки, да, попросить у охраны. Все будет хорошо. Вероятность зацепа, там, минимальная. Там есть внутривенные участки, там можно умудриться, конечно, где-то что-то поймать. Но это тоже нужно постараться. То есть минимальная вероятность зацепа. 1, 2, 3 процента, не больше. Отношение администрации 9 из 10, да. Почему 9? Я не знаю почему. Все-таки, потому что и Сосновка там 10. А тут 9, ну, по уровню примерно, наверное, как и Слобода. И переходим уже теперь к Трофейному озеру. Ну, поехали. Трофейное озеро. Видовость, красота, ну, здесь, да. Здесь 10 из 10, наверное, 100 из 10. Наличие теней, деревьев, то же самое. 100 из 10, ну, по сути, это самый красивый водоем, наверное, всех, что есть. Лес, ну, очень красиво, безусловно. И тут даже его сравнивать не с чем. Еда и магазин на озере, тут, наверное, 2 балла. Есть какие-то чебуреки, там, что-то такое. Ну, печаль. Она есть, но не очень такая. Хотя на любителе, может быть. Розетка. Ну, нет даже электричества. Там кто-то у них украл провода, и беда с электричеством. Если очень хорошо поговорить с охраной, или, там, быть каким-то доверенным лицом на этом водоеме, дадут генератор. Да, у нас такое получалось. С генератором мы сидели, со светом всю ночь. Но, опять же, для этого нужно прокладывать усилия определенные. Поэтому, да, в розетке, по сравнению с другими, в свободном доступе нет. Ноль. Туалет по 10-ти балльной шкале. Здесь ставим даже не 1-2, а ставим ноль. То есть, есть какие-то биотуалеты, есть какие-то дырки в полу. Но настолько загажены, и настолько воняют, что, в принципе, заминирован весь лес. Отходишь метров 15 от мазка, и все уже становится заминированным. Это, конечно же, большая проблема. Да, с туалетами там печаль. Такое озеро на контрастах. Красиво и засрано одновременно. Летний душ отсутствует. Wi-Fi отсутствует. Мобильная связь. Только Кейфстар. Только Кейфстар и больше ничего. Холодильник. Ну, понятно, нет цвета, нет холодильника. Вероятность зацепа 0%. Отношение администрации здесь классический. Тут классическое 0 баллов. Хотя, может быть, здесь вина и не самой администрации. Есть определенные слухи. Слухи разносить не будем, но есть такое впечатление, что водоем подходит к кому-то своему завершающему этапу. Или просто администрации наплевать. Абсолютно на него, что там творится. Но, с другой стороны, его зарыбляют. Поэтому мы больше склоним к такой теории или версии, что все-таки что-то с водоемом не так. И там то ли какой-то срок аренды заканчивается, то ли что-то еще случилось, то ли его забрали. То есть на него какой-то там или рыдернули его, не знаю. Но ощущение такое, что столок доживает там последний год или два. То есть охране наплевать на все. Люди воруют рыбу. Домники в убитом состоянии. Свет нет, ее никто не планирует менять, чинить. Хотя, может, это нереально. Не буду спорить. Но общее такое мнение есть. Да, очень красивый столок. Очень много там, кстати, рыбы. И я не знаю, каким образом, если постоянно ее там забирают, убивают. А ее там все равно валом. И есть большая рыба. То есть десятки, 11-12. Там достаточно много такой рыбы. Тузла так вообще миллион. По 5 килограмм их там в балы. Короче, Стамбул город контрастов был, да, в бриллиантовой руке. Вот и в нашем обзоре озеро контрастов. Это будет трофейное озеро. Да, и на этом закончим и переходим к итогам. Итоги. Супер водоема со всеми супер условиями, с кучей рыбы и где вообще все супер идеально, его не существует. По крайней мере, в этом обзоре уж точно. Такого водоема вы пока не найдете. Короче, супер водоема, как и супер бойла, не существует. Зафиксировали. Но можно весь обзор этот разбить на определенные направления. Наверное, на этом мы и завершим, да. То есть, хотите комфорта и постараться ловить рыбу, то есть немножко приложить усилий и поймать большую рыбу, то есть крупная рыба есть. Едем на Вовково озеро. Подсказка на плейлист оттуда будет в углу экрана. Хотите помаркериться, хотите поискать места, хотите поучиться ловить в Илу, то и покидать далеко, и побороться еще и с людьми, которые ловят на кораблике с рыбаками, то едем на Картар. Ссылка, подсказка на это видео будет тоже в верхнем углу, в левом верхнем углу экрана. В правом верхнем, да, мы же от вас смотрим. Хотите провести открытие сезона, то есть весной половить и вкусно поесть, и при этом поймать много рыбы, и мелкой, и средней, и даже возможно большой, то едем на Михайлыну. То есть, но, с маленькой пометкой, открытие сезона на Михайлыне, это супер, но на мостках 41 и 42. Хотите супер уюта и приятного такого водоема, уютного, ну не комфортного, а именно уютного, и побороться с сильной рыбой, ну и поискать ее, половить ее на проходах, и тем более половить ночью, да, это как раз для вас идеально подходит озеро Слобода. Подсказка также на плейлист будет верхним правым углом. Если хотите душевно отдохнуть, красиво, лес, птички, так все приятно, а также поймать много рыбы, средней, возможно даже крупной, то есть около там десятки, пятнашки, для вас сосновка. Идеальный вариант, комфорт, уют, душевность, душевность, это сосновка. Единственный минус, конечно, ее, это плотность большая, но мы ее относим к душевному водоему. Если вы терпеливый и любите долгие сессии, а также хотите там помаргерить, покормить, подобрать корм, поймать крупную рыбу, и возможно поймать даже дислоноса, или поймать осетра, то добро, а еще и покататься на лошадке, то вам добро пожаловать на торфяное. Подсказка, так же, все так же. Хотите на рыбалку контрастов, а также поймать именно кучу рыбы. Кстати, мы делали рандом челлендж, ловили по всем антиправкам рыбалки, то есть наплевали на все, все было рандомно, по бумажечкам тянули жреби. Итого, поймали 300 килограмм рыбы, подсказочка тоже будет именно на это видео, 300 килограмм поймали за один день, то добро пожаловать на озеро Трофейное. Торфяное и Трофейное, звучит одинаково, на Трофейное озеро, да, озеро контрастов, рыбалка контрастов, добро пожаловать на Трофейное. На этом пора заканчивать наш обзор. Ссылочка, точнее таблица со всеми-всеми итогами, с расставленными баллами, субъективно мной расставленными баллами, будет в описании к этому видео. Это Google таблица, заходите, пользуйтесь. Если вы с чем-то не согласны, пишите комментарии. Если я допустил какие-то ошибки в таблице, а там более 200 параметров, ну я же не железный человек, да, то, пожалуйста, пишите, мы подправим и исправим. Если есть возражение к ней или допустил ошибку, да, пишите, не стесняйтесь, обзор делался же для общего пользования, а это, ну, это не есть мнение в последней инстанции или только это будет так и никак по-другому. Конечно же, это все дискуссионный вопрос, какое озеро лучше, повторим Колесникова, хе-хе. Ну, да, пора заканчивать. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Ссылки в описании будут на табличку, ссылки на сайт, на все озера также будут в описании. Подписываемся на канал, смотрим наше видео с других плейлистов, жмем лайк, если вам понравилось, жмем дизлайк, если вам не понравилось, пишем комментарии, если нашли какую-то ошибку, либо хотите что-то добавить от себя. Всем не хвостаней чешуи, это была карповая кукуруза.